В актерскую профессию я пошла, потому что меня здесь не пустили, сказали, я недостойна. В конкурсе красоты я пошла, потому что я была с детства горбатая. Не сутулая, горбатая. У меня было, у меня даже мама моя плакала, а моя тетка, моя тетя Дина, сестра, а мама родная, а у меня у нас было ящиком. Мама говорит, я стеснялась с тобой по парку ходить, я возьму тебя на руки, пойду в парк, смотрю, никого нет, отпущу, пускай зверек походит, пока никого нет. Я делала так, я остановилась. Потом, когда я хотела куда-то перемещаться, я делала руки вот так, шею вот так, и дальше я шла. Мама волевым решением с папой приняли, значит, приняли решение, что надо меня отправить в какую-то модельную школу, потому что надо, чтобы меня били по горбу палкой. Я не знаю, ставили стакан с водой на голову, чтобы я вот этого не делала, чтобы я как-то могла себя преподнести, потому что мама больше волновала. Не какая-то моя профессия, об этом еще не думали, а просто, чтобы я как женщина могла себя реализовать в жизни и все-таки привлекала хоть какое-то внимание мужчин. И для меня это было хобби. Для меня это не было там каким-то вот таким, что знаете, какой некоторых там, вот я там выиграла конкурс красоты. Для меня это была некая игра. Мне жутко нравилось, что мне дарили цветы, что мне дарили фен, что мне дарили там какую-нибудь сковородку в качестве приза. И ленточки мне нравились. Я их просто коллекционировала. Дамы и господа, перед вами дети поколения Deep Purple. Отец Анастасии руководил всю жизнь вокально-инструментальным ансамблем. С детства привил любовь к музыке и Мисс Академия России 2000. Но самое страшное в другом. Анастасия снялась в главной роли в фильме Карена Шахназарова «Всадник по имени Смерть». В конкурсе красоты Мисс Россия, чем я покорила Иосифа Кобзону, который был представителем жюри, он этот конкурс проходил 14 февраля в День всех влюбленных. И надо было как-то оригинально признаться в любви залу, жюри и так далее. Ну и все там «Здравствуйте, меня зовут Нарвина, я всех люблю, всем счастья и здоровья». Я, конечно же, вышла и включила все свои женские низа и сказала «Здравствуйте, меня зовут Такта». После чего я переделала, сделала домашнюю заготовку, переделала прекрасную песню «Ах, если бы сбылась моя мечта» из мультика «Летучий корабль». Зал принял просто на ура, и после первой же визитной карточки забежала девочка с такими глазами. Она говорит «Кто пел, кто пел, Яка? Я пела». Она говорит «Молодец». Видимо, он просто ткнул пальчиком, так как был председатель жюри, и мне вдруг бац и корона сверху. Корона, цветы и ленточка, я первое место. И хотя Анастасия часто говорит, что ей неуютно в Москве и не хватает зелени и воздуха родного Краснодара, в то же время она очень благодарна столице, ведь только здесь у нее появилась возможность попробовать свои силы в кинематографе и сняться в по-настоящему прекрасных фильмах. Если бы 10 лет назад мне сказали то, какая я буду и чем я буду заниматься, что в моей жизни будет происходить, я бы, наверное, конечно, улыбнулась с какой-то долей иронии, потому что мне казалось бы, что надо мной шутят. Потому что, попав в Москву, я объездила в больше 30 стран и по работе, и не по работе. Я научилась зарабатывать деньги, я познакомилась с культовыми людьми, на которых выросла, и никогда не думала, что я их увижу вживьем и буду у них учиться. Я сама от себя в шоке. Не от себя, а от того, что это все мне подарило Москву. Когда человек настолько сильно зашлакован всякой ненужной информацией, моя жизнь, она связана с большим количеством людей, с общением с этими людьми. Не хочешь ты этого, не хочешь, ты обязан с ними общаться. И обязан с ними общаться в правильном ракурсе, иначе ты даешь чуть-чуть слабину, чуть-чуть ты начинаешь подхрамывать, и сразу же идут слухи, что ты невыносимая, что ты звезда, что с тобой сложно общаться. Хотя ты просто человек, и ты устаешь от большого количества энергетики, которая тебя просто сносит с ног. Вот здесь ты остаешься один, ты слушаешь пение этих птиц, ты слышишь шелест листьев, и как-то в твоей жизни все начинает находиться в гармонии, все начинает стабилизироваться, и внутреннее состояние. В общем, я поняла, что я наркотически зависима от природы. Самые первые моменты, это самые яркие, когда, понимаете, в чем дело? Первое кино и еще такое кино, историческое. Партнер Андрей Панин. У кого? У Карен Герчиша Назарова. Это классик советского кино, на котором мы выросли. Ну и с джаза, зимний вечер в Гагаре, в Курье. Я тогда зашла к нему в кабинет, и дышать не могла. А я зашла, и я видела живого Шахназарова. Я не знаю, для меня это было большое событие. Я в Москве подрабатывала как модель, в каких-то фэшн-показах принимала участие, в каких-то маленьких съемках разных. И вот, когда Карен Герчиш запустился своей картиной, об этом знали все, туда попробовались все. Ему нужна была красивая актриса, запоминающаяся внешностью на небольшой эпизод, которая зайдет и застрелит генерала. И он среди актрис не мог такого найти. Он подался, что называется, кинул клич среди моделей найти. И попало к нему на собеседование, заинтересовало его. И он назначил мне пробы. Я у него проходила пробы раз пять. Прошло, наверное, месяца четыре или пять, никто мне не звонил. И вдруг начинает уже, уже снимается кино, там сложный исторический костюм. И вдруг мне звонят и говорят, что я утверждена, что я буду сниматься в главной женской роли у него, вот, на роль, которую я пробовала. Вот я там аж, вот так вот. Это, конечно, это первый мой сценарий, первое кино, да еще историческое. Как мне, конечно, все это идет гораздо больше, чем современные все эти костюмы. Удивительно. И мне повезло. Первое мое кино. Потрясающе, конечно. А какая премьера была, боже мой, в Пушкинском кинотеатре. Я высадилась, я. Там, кого только не было. Я села на премьеру с моей, с одной стороны Шах Назарова, с другой стороны Горбачев. Я села. И мартышка из Краснодара такая. И мартышка из Краснодара такая. Что касается музыкального театра, это моя мечта, наверное. Мне, я вот поступила в театральный вуз, я стала киноактрисой, и я очень скучала по музыке. И вдруг в моей жизни происходит событие. Снимаюсь я в сериале «Одна ночь любви» историческое кино, 19 век, Кринолин, мы все красивые. Вдруг поступает мне звонок от моей бывшей однокурсницы, Натальи Сидорцовой. Он говорит, слушай, тут мой муж, Ромка, написал музыку. Очень красивую музыку. Мюзикл будем ставить, Монте-Кристо. Вот. Ищем героиню. Нужна поющая актриса. Не играющая певица, а поющая актриса. Потому что задумка продюсеров и режиссеров, чтобы это был все-таки драматический музыкальный спектакль. Я начала готовиться. Времени у меня было немного, но я подготовилась. Я пришла спела. Спела я композицию «Кто ты?» Арию. Вроде бы прошла там дальше. Мне дали два дуэта. Вот наш девичий любовный дуэт, скажи мне, мой милый друг, и дали прощание. Дуэт очень сложный дуэт, эмоционально сложный и вокально сложный. Там надо распределиться между эмоциями, которые всегда заклёстывают, и между нотами, чтобы их грамотно спеть, и хватило сил рассчитать. В общем, сложные композиции. Я это все выучила, пришла, и вдруг бац, и мне повезло. Я знаю, знаю, в этот раз, я знаю, в этот день и в час, а каречница все для нас, все для нас. Спектакль «Монте-Кристо» стал действительно не только в моей творческой карьере. У меня там начались отношения романтические с человеком, за которого я выхаживаю замуж. Глеб Матвейчук – замечательный, на мой взгляд, вокалист. Он исполняет роль Фернана, моего мужа на сцене. Все равно я ее никогда никому не могу, не хочу, не навижу. Прошу тебя, не торопись. Пойми, ведь я тебя люблю. Ведь никому не уступлю. И никому не ржам. Прошу тебя, не торопись. В аду твоя, судьбе своей, не отырка любви моей. Любовь твоя навсегда. Он чудесный, мне с ним комфортно работать. И то, что мне посчастливилось его встретить, на самом деле для меня большая удача, потому что такой жесткий характер, как у меня, может терпеть только Глеб. С Глебом вот мы познакомились как раз в очень тяжелое время для нас, было для всех, и для Насти тоже. Мы пережили потерю сына, ее брата. Они были одногодки, погодки. Очень немножко с собой дружили, мало расставались. Ночами, вот мы приезжали часто, там полтора месяца раз, месяц раз. И они там вот могли всю ночь просидеть, проговорить, скучали друг за другом. Когда все это случилось, Настя вот попала даже в реанимацию. Как бы так тяжело ей было. Я очень тяжела была в общении, практически ни с кем не общалась, и тяжело, ну, как бы подпускала к себе людей. И Глеб один из тех немногих людей, который нашел ко мне ключик, к моей сложной душе. И мое с ним общение, оно началось на каком-то, на каком-то профессиональном уровне, потому что он, конечно, высокого класса вокалист, на мой взгляд. И так как я долго без практики была, у меня поначалу были определенные сложности, он мне говорил, что это не организм, а психика. Он мне посоветовал хорошего педагога, вот, Светлана Григорьевна Нестеренко. И я стала у нее заниматься именно классическим вокалом, чтобы вот этот фундамент, который со временем стал рушиться во мне, я его стала подделывать, где-то делать капитальный ремонт. ПЕСНЯ Вокал — сложная вещь. Надо постоянно заниматься ежедневно, чтобы быть в тонусе, чтобы быть в форме. И у Насти был большой перерыв, я так понимаю, как у вокалистки. Поэтому, да, я помогал ей входить в форму, объяснял какие-то вещи. Здесь, как бы, можно сказать, что я был в большей степени профессионал, чем она. А она мне помогала с какими-то актерскими проблемами, справлялась. Дай мне надежду мою печаль разве. Я знаю людей, которые инициируют в жизни конфликтные ситуации и сама была склонна к этому, чтобы, чтобы, чтобы вот, когда страсти происходят в жизни, да, ты ссоришься, миришься, разводишься, у тебя все там бушует-бушует, и тут пац ты это выплескиваешь куда-то в искусство, и оно становится все очень живое, такое настоящее. Но так нельзя. Другие люди не виноваты в том, что ты не можешь себе найти какие-то ресурсы, раскачать себя. Это очень эгоистично, пить кровь с других, чтобы отдавать энергию зрителю. Это очень жестоко. Ну или ты будешь всегда равной. Я хочу большей семьи. Поэтому, не знаю, либо буду счастливой мамой, либо хорошей артисткой. Одну из двух.